Ежегодный слёт соревнования Школы безопасности прошёл на территории базы отдыха Григорчикова. В течение трёх дней учащиеся в старших классах в районных школ на практике применяли знания, полученные на уроках ОБЖ. Ориентирование на местности, оказание помощи пострадавшему, туристические навыки. О том, как проходил слёт, рассказывает Татьяна Акимова. Прибывая на место базирования, команды сразу обустраивали свои стоянки. Это было одно из заданий. Сделать всё нужно правильно. Установить палатки, организовать место для приготовления пищи. Здесь и юноши, и девушки на равных. Каждый должен уметь пилить дрова и готовить в походных условиях. Сегодня на обед у нас будет плов. Меню составлялось по походным условиям. Мы будем готовить всё в котелке, на костре. Кстати, готовить, разводить костёр и вообще выживать в лесу детей учат в школе. Очень значимо, что как раз по программе ОБЖ 10 класса идёт такая интересная тема. Автономное выживание, автономное существование человека в природных условиях. Вынужденно и добровольно. Мы пришли добровольно участвовать в этом выживании. Надеюсь, что все знания, полученные на уроках, нам пригодятся. И мы с достоинством проведём здесь целых три дня и две ночи. На самом деле, этих соревнований ребята ждут с нетерпением. Побывав один раз в школе безопасности, учащиеся возвращаются сюда снова и снова. Мы рады вновь оказаться на этой поляне. И мы идём первыми. Надеемся выиграть. После торжественного открытия слёта, а в этом году он проводился в 15-й раз, команды отправились на дистанцию. Прежде всего, проверка содержимого походного рюкзака. Участники обязаны иметь аптечку, компас, фонари, страховочные системы, ремонтный набор. Всё это может пригодиться им в лесу. Протяжённость большой трассы – 2,5 километра. Время нашей дистанции, оптимальное время – 3 часа. Контрольное, соответственно, сколько вы пройдёте – 4-5. Ориентироваться школьники должны по карте, используя компас. А это ещё одна возможность на практике проверить знания, полученные на занятиях. По компасу с нами руководитель занимался. Мы по компасу ориентировались в север, в запад, азимут брали. Так что, ну, думаю, что всё сможем. Примерно лес мы знаем тоже. Школьников ждали 8 контрольных пунктов. Один из самых сложных – подъём, травер, спуск. И хотя ребята тренировались в залах, действительность оказалась увлекательнее. Будто пришёл на фильм 3D, если честно, после чёрно-белого фильма. Это настолько пугает. Боишься упасть, боишься не подать кому-то руку. Вдруг кому-то нужна помощь, а ты не можешь помочь. Вдруг за это дадут тебе страшные баллы. Это очень страшно. Вот это и есть главная цель соревнований – научить детей работать в команде, чувствовать ответственность за себя и других, доверять товарищам. В сегодняшний день основная проблема нашей молодёжи – то, что они растут в условиях дом, школа, компьютер. И большую часть компьютер и все электронные устройства, поэтому реальные жизни они не видят. И в любой действительно сложной ситуации они не знают даже, как себя вести. И команда не умеет работать. Здесь есть возможность в режиме реального времени испытать свои силы, попробовать вкус настоящей жизни. В итоге трёхдневного слёта тройку лидеров школы безопасности возглавила Володарская школа, второе место у учащихся Видновской школы номер 7, на третьем – команда из Видновского художественно-технического лицея. Татьяна Акимова и я, дамя Елена Кошелева, Видное ТВ.